Мы, жители Донбасса, поздравляем всех с Международным Днём защиты детей. Детей и взрослых, потому что от нас, от взрослых, зависит, каким будет мир, в каком мире будут жить наши дети. И от того, какими будут наши дети, здоровыми, образованными, воспитанными, будет зависеть, в свою очередь, и общество, в котором мы будем жить. Будет оно мирным, будет оно благополучным, будет оно гуманным. Будет обществом, в котором приварили, раз будут человеческие ценности. Вы знаете, в эти дни, тревожные, трагические дни для нашего региона, я хотела бы обратиться ко всем, чтобы мы все, взрослые, продемонстрировали самые лучшие человеческие качества. Взаимовыручки, сострадания, любви друг к другу. И таким образом показали пример нашим детям, как себя вести в такой непростой, сложной, трагической ситуации. С праздником! Да, я также присоединяюсь к тому, что сказала моя жена. Да, еще хочу сказать, что мы желаем нашему народу здравомыслия, ну и всего самого хорошего. Надеемся на то, что восторжествует правда. Вообще, мы люди все православные здесь, основная наша часть на Донецке. И, как говорится, Бог не в силе, а в правде. И в любом случае, так сказать, победит Божье дело. А где вы видите будущее Донбасса? Будущее Донбасса я вижу, ну как минимум, в таможенном союзе. Да, дальше уже, как сказать, как люди решат, основная масса людей, как решат на референдуме, то ли на другом воле заявлении. Вы лично за соединение от Украины или? Лично я, лично я за таможенный союз. Чтобы Украина была вся в таможенном союзе. Вот я лично. Не за соединение Украины. Я желаю, чтобы вся Украина вступила в таможенный союз. Вот так я хочу. Вижу прочь Евросоюз. Против Евросоюза. Да, я считаю, что Евросоюз, это, так сказать, если нужно вступать, то нужно вступать объединенным всем славянским народом. Или, как сейчас, создается Евразийский союз. То есть Евросоюз нужно вступать не в Евросоюз, а нужно интеграцию делать между Евросоюзом и Евразийским таможенным союзом. Куда входит Россия, Белоруссия, Казахстан. Надеюсь, у Украины войдет. Продолжение следует...